МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте, смотрите выпуски. Сегодня в Барнауле похоронили погибшего от рук боксера. Инцидент вызвал народную ненависть и резонанс на всю Россию. Почему система губит? Вспоминаем о самых ярких уголовных делах 2020 года. Полосатые, усатые. В День тигра получаем приветы от благородных хищников из других регионов. Ежедневный спад заболевших коронавирусом стал настораживать общественность. Многие сомневаются в прозрачности статистики. Тем не менее, по официальным данным, за сутки в Алтайском крае зафиксировали всего 107 новых случаев заражения. Скончались 5 пациентов с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день в регионе инфекцию выявили у 8893 человек. Сегодня в ковидных госпиталях находятся 988 жителей. Дома лечатся 768. Фитнес-клубы, которые из-за пандемии уже четвертый месяц остаются закрытыми, возможно, заработают в День физкультурника 8 августа. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр спорта края. Бизнесмены несут убытки, а работники отрасли вынужденно сменили сферу деятельности. Но, по словам профильных чиновников, ситуация, возможно, скоро изменится. Если эпид-обстановка позволит, клубы откроются до конца первой декады августа. Правда, распахнуть свои двери получится только тем заведениям, которые смогли заполнить необходимые паспорта готовности. Документы составлены с учетом требований Роспотребнадзора. По ним принимать спортсменов могут бассейны или фитнес-центры, где на входе обеспечен контроль температуры, имеются антисептические средства, соблюдается социальная дистанция. Отметим, на пресс-конференции обсудили также вопрос завершения строительства Барнаульского ледового дворца на проспекте Сибирский. Этот объект долгострой, последние годы здесь не велось никаких работ. Возобновить их хотели в начале этого года, но помешала пандемия. И когда это произойдет вновь, неизвестно. В Минспорта отметили, что денег нет. Ждет ремонта еще один спортивный объект, края Титов-арена. В этом году здесь должны были обновить фасад, но ремонт также отложили на неопределенный срок. Мы бы, безусловно, выполнили первоначальные планы по ремонту фасада, если бы не пандемия. С марта арену пришлось закрыть. В связи с этим мы лишились абсолютно всех доходов. Ну а теперь к главной теме выпуска. Вот уже четвертый день подряд в край не утихает, а наоборот вызывает все больше общественной резонансы история о смертельной драке в Барнауле. В ходе нее скончался мужчина, с которым сегодня простились. По одной из версий, он хотел помочь инвалиду, пошел разнимать драку и получил удар от боксера. Скандальный инцидент уже привлек внимание федеральных каналов. А один из депутатов Госдумы предложил приравнять руки и ноги профессиональных спортсменов к холодному оружию. Наша съемочная группа тоже попыталась разобраться в этой непростой истории. Мы выбрались наконец-то на прогулку. Слушаем музыку на телефоне, да? Опа, Павел! Тот самый вечер еще живой Павел Рохлов. С небольшой компанией он пошел отмечать день рождения Своячницы. Ближе к полуночи на Старом базаре началась драка. Удар бывшего спортсмена оказался смертельным. После жена убитого Светлана нашла в соцсетях того, кто нанес удар. Благодаря этому животному больше нет моего любимого мужа и отца троих детей. Доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида. В сети многие называют Старцева профессиональным боксером. Но в Краевой Федерации бокса нам сказали, что он уже около 20 лет не имеет отношения ни к федерации, ни к профессиональному спорту. Чего не скажешь о его подруге, которая участвовала в драке. Она мастер спорта по кикбоксингу международного класса. «Знакомьтесь, эта мразь причастна к смерти моего мужа. Ворогушина Лилия Геннадьевна. Будешь гореть в аду, тварь!» Мы встретились со Светланой на месте смерти ее мужа. Она утверждает, Павел бросился на помощь инвалиду, которого пытались избить сразу несколько человек. «Когда они уже повалили на землю, начали его запинывать, мой муж просто не сдержался, побежал просто их разнять. И по видео видно, что он встал между ними, он разнимал их. Потом подбежала я. Я подошла к девушке и сказала, вы что творите? Что вы творите? На что, там по видео прекрасно видно, она меня толкнула с такой силой, что я упала, и она меня пнула вот в эту часть, вот в эту зону. У меня здесь гематома». Этот момент попал на видео. Дальше Павел заступился за жену, ударил Лилию, а после уже сам получил ответный удар сзади. Все произошло в десятки метров от столиков летнего кафе, а Светлана сняла уже продолжение драки. «Это баба! Он ожил!» «Я ее не трогаю!» «Он ожил!» «Слышишь, он ожил!» «Что дожил?» «Нет, не ожил!» «Не ожил тебе смерть!» «Он попнул!» «Тебе смерть!» «Участница драки, спортсменка Лилия Ворогушина, ответила на обвинение». «Хочу акцентировать внимание. Жена погибшего была изрядно пьяна и агрессивна. Вела себя неадекватно, угрожала убийством, наносила удары. После происшествия она в состоянии опьянения села за руль своего BMW X7. Я еще раз повторяю, в состоянии опьянения. И пыталась совершить наезд на нас». Кроме того, по словам Ворогушиной, зачинщиком драки на Старом Базаре стал якобы инвалид, на которого напали. Сомнение в том, что мужчина является инвалидом, выразил бармен, который работал в открытом кафе именно в тот вечер. По его словам, человек с тростью был на самом деле сбитый. И именно он спровоцировал конфликт и первым нанес удар в тот вечер. «Достает из багажника этот молодой человек, который пьяный ходил, который якобы инвалид, достает биту и начинает ей размахивать, кричать при этом, при всем, что я больной, я дурачок, короче, и так далее. И попадает этой палкой блондинки, которая была вот с парнем, со спортсменом в черной футболке». Но дело пока заведено только на спортсмена в черной футболке. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В Покровском соборе сегодня прошло прощание с Павлом Рохловым. Родственники хотят, чтобы эту проблему осветили не только региональные СМИ, чтобы добиться справедливости. А ситуации накануне высказались краевые политики и чиновники. «Это просто вопиющий случай. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать». «Наша позиция, конечно, нетерпимости к подобным ситуациям. Это недопустимо. Это действительно вопиющие. Еще раз соболезнования». А сегодня скандальный инцидент обсуждают уже на федеральном уровне. Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал приравнять руки и ноги спортсменов к холодному оружию. Пока следствие разбирается в деталях, многие задаются вопросом, а понесет ли какую-нибудь ответственность тот, кто совершил самый первый удар в этот злополучный вечер? И является ли он на самом деле инвалидом? Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. А теперь к другим, не менее важным темам. Алтайское министерство спорта предъявило претензии «Алтайбаскету» на 700 тысяч рублей. С ними категорически не согласен бывший гендиректор команды Павел Тулин. По его словам, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности клуба Минспорта посчитала нецелевым использование бюджетных средств на аренду жилья для иногородних игроков. Хотя в других регионах, отмечает Тулин, это нормальная практика. Бывший руководитель клуба считает свои действия правомерными. Он говорит о том, что все исключительно в рамках закона. Это и логика трудового законодательства. Когда человека приглашают на работу в другую местность, ему должны предоставить либо жилье, либо компенсировать затраты на его проживание. Мы исходили из этой логики, но комиссия Минспорта признала это нецелевым использованием. Отметим и ранее Павел Тулин подал в отставку, заявив, что уходит из-за принципиальных разногласий с Министерством спорта. Теперь же в спорной ситуации точку поставит суд, туда заявление подали обе стороны. Сегодня по одному из профессиональных календарей отмечается День чиновника. В Алтайском крае много чиновников неоднозначных, ярких и скандальных. В праздничный день мы решили вспомнить самые громкие уголовные дела власти мущих за этот год. Это кадры задержания алтайских чиновников. Вообще 2020 год богат на уголовные дела краевых, районных и городских властей. Знакомьтесь, на этой фотографии прилег Сергей Горбунов, бывший глава Славгорода. Получил взятку за передачу госзаказа на поставку угля в обход конкурса. В ходе содержания попытался избавиться от денег. При допросе признался в получении взяток на общую сумму более 6 миллионов рублей. А это Андрей Голубцов, один из самых ярких фигурантов уголовного дела 2020 года. Получил взятку в 2 миллиона от директора фирмы, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Кстати, его выпустили СИЗО. Следующий наш герой Сергей Демин получил около 3 миллионов за покровительство одного из бизнесменов со стороны администрации города. Перечислить всех взяточников края в рамках одного сюжета даже 2020 года невозможно. Политологи говорят, зачистка власти мущих стала тенденцией не только в регионе, по всей стране. Когда при Александре Богдановиче была развернута система худшего отбора во власть, мы видим тех людей, которые принимались не по профессиональным качествам, а люди, преследующие какие-то 7-минутные интересы, но которые были удобные, серые, невзрачные. И, собственно говоря, отсюда мы видим периодическое очищение власти. Очевидно, в Барнаульской мэрии деньги любят. Это вице-мэр Александр Алексеенко. Приговорен к пяти годам колонии строгого режима за крупную взятку. Как шутили в СМИ, здесь Алексеенко разложил свой последний пассианс. Крадут чиновники системно. Например, в краевом управлении лесами пора бы понять, когда лес рубят, щепки летят. За большими вырубками следуют неприятности в виде уголовного дела, по которому, кстати, сейчас проходит начальник ведомства. Пахнет жареным и в районах. В июне бывшего главу Каменского района одиосного политика Федора Найдина признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Напомним эту прекрасную историю. Федор Найдин запретил руководителям детских садов закупать хлеб, который они закупали у одного из предпринимателей. Используя административный ресурс, Найдин настоял на том, чтобы дошкольные учреждения закупали хлеб в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое возглавляет родственница Федора Найдина. Для меня неожиданно, что Федора Николаевича отстранили именно по этому вопросу. То есть я полагаю, что есть более серьезные вещи, за которые его стоило отстранять. Но надо признать, что коррупция – клеймо не всех чиновников. Говоря словами классика «Кому на Руси жить хорошо?», так это борцам за народное счастье, главам районов небольших сел. Начнем с того, что им там работать тяжелее. Там на самом деле остаются какие-то фанатики своего дела. Вот в большей степени это люди, которые на самом деле тратят все свое время на то, чтобы жить их насыщенным было лучше. Так что многим действующим политикам стоит научиться бороться со своими слабостями. Например, 9 декабря – в день борьбы с коррупцией. И пусть ваша деятельность приносит настоящее удовольствие. Успехов вам во всем! Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком. Ну а между тем фермеры жалуются на вредителей, которые превращают листья подсолнечника в паутину. В Ключевском и Волчихинском районах на полях нашествие личинок лугового мотылька. Фермеры говорят, что не смогли вовремя обработать культуру из-за жары. Когда прилетели бабочки, стояла довольно высокая температура, и распылять препарат, чтобы убить отложенные ими яйца, в такую погоду нельзя. К слову, только в одном из хозяйств Волчихинского района пострадало полторы тысячи гектаров подсолнечника. Всего посажено четыре тысячи гектаров. Сейчас поля обрабатывают, надеясь спасти хотя бы часть урожая. Но вредители не единственная напасть. Фермеры понесут серьезные убытки из-за засухи. Сегодня в Волчихинский район из Барнаула приехала комиссия Министерства сельского хозяйства. Она должна оценить нанесенный хозяйству ущерб. На компенсацию уже рассчитывают более 200 фермеров края. Сейчас в регионе завершают прием документов от предприятий, потерявших урожай. Земельный спор перешел в юридическую плоскость. Жители многоквартирных домов на Зминогорском тракте, которые отстаивают право на сохранение придомовой территории, обратились в суд. Причем к ответственности они пытаются призвать и новых владельцев участка, многодетную семью и сразу несколько административных ведомств. Земельной проблемой заинтересовались и правоохранители. Эта история началась весной. Жители домов по Зминогорскому тракту 15 лет считали этот фрагмент Барнаульского ленточного бора своей придомовой территорией. Но неожиданно узнали, земля им больше не принадлежит. Участок, где жители за свой счет сделали детскую площадку, мэрия Барнаула отдала многодетной семье под частную застройку. Оказалось, застройщик в свое время не провел межевание территории, и это в будущем позволило формально ее отнести к самовольно захваченной. Более того, стало известно, что на соседний внушительный зеленый участок также претендует несколько семей. Жители категорически не согласны с этим. Они подали иск в Центральный районный суд. Десять человек обратились с иском. Ответчик у нас Гладышева Елена Андреевна, который передан участок, как мы считаем, незаконно, на часть придомовой территории, принадлежащей ТСЖ городок. Ответчик, в том числе, управления имущественных отношений Алтайского края, администрация Центрального района. Также в качестве третьих лиц к ответу призвали целый ряд городских и краевых ведомств. Как нам пояснили, не на камеру, в краевом управлении имущественных отношений. Их ведомство лишь дает разрешение на получение участка, если документы на него в порядке. А в данном случае к документам вопросов не было. С точки зрения чиновников все было по закону. Более подробную информацию ждем в ближайшее время в ответе на официальный запрос. Уже законный же представитель владельца участка, который также был на заседании, уклонился от диалога. Давайте так, судебное разбирательство идет. После судебного разбирательства все вопросы, я думаю, у вас самих отпадут. Но пока их много, в том числе и у суда. По итогам первого заседания судья запросил полную историю правоустанавливающих документов по спорному участку. Их рассмотрят на следующей встрече в суде, которая пройдет в сентябре. Жители городка уверены, все упирается в новый генплан Барнаула. Ведь именно там часть городских лесов внезапно получила статус земли под малоэтажную застройку. Теперь они подали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, насколько эти изменения законны. Срок рассмотрения обращений в соответствии с 59-м федеральным законом может быть до 30 дней. Будут приняты все меры, проведена проверка. При необходимости приняты меры прокурорского реагирования и дан ответ заявителю. В Краевую прокуратуру, кстати, около двух месяцев назад поступило обращение по подобному земельному спору. Заявители – жители одного из домов по улице Кутузова, рядом с которым также под застройку для многодетных отдали часть ленточного бора. В этом случае прокуратура приняла сторону жителей многоэтажки и намерена требовать отмены изменений генплана для данного участка леса. Жители домов на Змеиногорском надеются, что надзорное ведомство их также поддержит. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. Штудировать сайты и даже создавать их. Студенческая практика в условиях коронавируса приобрела особую специфику. Навыки будущим специалистам приходится оттачивать онлайн. И над этим уже никого не удивишь. Но насколько эффективна такая практика, решили узнать наши корреспонденты. Еще год назад студенты юридического института Алтайского госуниверситета практиковались полноценно. Выезжали на следствие, работали с документами и изучали специфику будущей профессии. В этом году пандемия внесла свои коррективы. Практика проходит дистанционно. Ребята, опять же, посредством анализа различных сайтов государственных и негосударственных структур, анализа баз данных, анализ справочных систем, тоже формируют блок компетенций и знаний, которые им в дальнейшем понадобятся. Даниил планирует работать в прокуратуре. Практиковаться собирался в Следственном управлении и Следственного комитета. Но вместо этого изучает разделы на сайте Ленинского суда. Практикой я остался доволен, потому что для меня это бесценный опыт. Многим может показаться то, что работа на сайте это довольно-таки легко и несерьезно. Но на самом деле в юридической профессии ничего легкого не бывает. Дистанционно практикуются и студенты Алтайского государственного института культуры. Вместо проведения мероприятий в ДК работают на их сайтах. Но не у всех есть такая возможность. Это сложно, потому что у нас в Алтайском крае не во всех далеко домах культуры есть какие-то сайты, группы в социальных сетях. И информацию искать намного сложнее, чем, например, когда ты при очном посещении Дома культуры разговариваешь уже с директором, художественными руководителями. Живого общения и насыщенной практики хотят и студенты Медицинского университета. Но приходится пользоваться тем, что есть. Это работа с так называемым фантомом искусственной челюсти. Здесь можно с помощью специального стоматологического наконечника удалить все некортизированные ткани зуба и восстановить анатомическую форму зуба с помощью специального пломбировочного материала, который тоже у меня имеется. Изменится ли ситуация в следующем году, пока неизвестно. И все же студенты надеются, что свою следующую практику проведут в привычном формате. София Яценко, Виктория Опекунова, Николай Шелко. День с толком. Мощные, сильные, грациозные, одновременно редкие. Сегодня весь мир чествует диких кошек, а точнее тигров. Праздник призван защитить полосатых животных от вымирания. К слову, в Барнауле проживают сегодня 7 благородных хищников. Как относятся к диким кошкам-горожане? В сюжете Валентина Аскеровой. Первый тигренок попал на Алтайскую землю 8 лет назад. Благодаря Владимиру Путину он подарил амурскую тигрицу Багиру Барнаульскому зоопарку. Со временем тигровый клан начал разрастаться. Сегодня он включает уже 7 хищников. Двое взрослых Багира и Шерхан, подросток Маяк и четверо пока безымянных, но характерных тигрят. Ранее в зоопарке проживал еще один тигренок, сын Багиры и Шерхана, Ермак. Он очень полюбился барнаульцам за игривый нрав. Два года назад пятимесячный малыш сменил место жительства. Из Барнаула уехал в Улан-Удэ. Вот такой пушистик наш, пушистик такой хороший. Две тысячи километров на машине в детском кресле. Его нелегкое путешествие барнаульцы отслеживали в социальных сетях. Сегодня в День тигра. Сотрудники бурятского зоопарка передали привет от уже спокойного и даже несколько флегматичного Ермака. Вот он, Ирёма наш, передает всем барнаульцам привет. Для виновников праздника в барнаульском зоопарке тоже продумали развлекательную программу. Тигрята купались, играли и вкусно лакомились. Шерри, отдай, Шерри. Пока в барнаульском зоопарке проживает семь тигров. Это одни из любимцев и сотрудников учреждения и посетителей. Последних особенно умиляют полуторамесячные малыши. Совсем скоро они могут пополнить ряды постояльцев других зоопарков. На диких котят поступило уже несколько заявок из разных регионов страны. Валентина Скерова. День с толком. На этом всё. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...